Всех приветствую! И сегодня мне захотелось показать пастельный макияж с блёстками. Ну, как всегда, у меня гора блёсток. Люблю я пастельные тона, будет макияж в азиатском стиле, но я думаю, на заставке все увидели так прекрасно. Поэтому не буду долго растягивать, начинаю макияж. А ещё подписывайтесь на мой телеграм-канал, там у меня выходят обзоры на косметику, уже вышел обзор на микс, уже вышло сравнение бальзама для губ от Ланьеш и его бюджетной версии. А что это за бюджетная такая версия? Если хотите посмотреть, обязательно заходите и подписывайтесь, потому что будет ещё больше пастов. Не пропустите! Сначала я надену ободок, чтобы мне не мешала чёлка. Вот такая немножко покраска, тетя, мыть и получилось, да? Для начала использую свой любимый стик, чтобы подсветить немножко обувь скул и под глаза нанесу, чтобы увлажнить. Но скулы мне нужны для сияющего эффекта. И теперь я наношу тональную основу в первую очередь. У меня это биби-крем лёгкий. Так как у меня макияж в холодных оттенках, нужно, чтобы тон кожи был очень даже хороший. Всё, чтобы было перекрыто, потому что чем холоднее макияж, тем получаются заметнее все несовершенства на лице. Вот такой вот коварный он холодный макияж. Ещё пока что нанесу увлажнялку для губ, потому что мада у меня будет матовая. Теперь я пока что не буду оформлять лицо. Я сразу перейду к глазам, потому что могут быть какие-то осыпашки, все дела. И для начала нанесу на глаза подложку, потому что оттенки у меня будут пастельные. У меня подложка вот такого холодненького. Я даже не знаю, это сиреневый цвет, наверное. Вообще это подводка, пьюти-бомб, но я её использую в качестве подложки. Почему бы и да. Я делаю прямую тушёвку, потому что мне так нравится. Я так делаю почти всё время. Редким, наверное, каким-то исключением. Пока что с этим оттенком проблем. С его тушёвкой нет, он просто светлый. В принципе, тут, наверное, в этом макияже с пастельными оттенками проблем в тушёвке не будет. Конечно же, я наношу не только на верхнее веко, на всё целиком. Господи, как будто подбили пока. Это пока только... Пока только начало. Всё будет в порядке. Ну и на нижнее наношу. Боже, реально выглядит, как будто меня подбили. И давайте пока что нанесу гель для бровей, чтобы он немножко подсох, пока я буду заниматься глазами. У меня это гель от Бьюти Бомб. Фиксирует он, конечно же, от бетона. Возвращаюсь к глазам. У меня есть такая палетка пастельная от Бьюти Бомб. Я буду смешивать вот эти два оттенка. Буду наносить на кисть сначала лавандовый. И буквально одно касание голубого. Наношу уголок глаза внутренний. Над складкой века в уголок внешний. В принципе, я закрашиваю всё, кроме центра века подвижного. Со вторым глазом то же самое. Пока что странно-странно, я знаю. Но ничего, это только начало. Всё впереди. Беру глитер-клей. Наношу на центр века. А теперь я беру пигмент. Дамита Нука, эльфийская принцесса. И наношу на центр века. Очень красивый тень. Я не могу. Это такой же холодный пастельно-лавандовый пигмент, который отливает тёпло-розовым, персиковым и золотистым. Пигменты там и Танука, конечно, просто волшебные. Теперь я беру оттенок пыльца незабвенных цветов. Я, кстати, их все перепрессовала. Так намного удобнее. Беру совсем чуть-чуть пыльца незабвенных цветов. Это блёстки отдельные, которые переливаются из такого белого в холодный, сиреневый тоже. В персиковый тенок очень красивые блёстки. И чуть-чуть их наношу, добавляю. Возьму блёстки от Инсфри. Их можно наносить на глаза. Теперь я беру тёмно-фиолетовый оттенок из палетки Худо Бьюти. И буду с помощью него рисовать стрелки. Но сначала прокрашиваю межресничку. И теперь рисую маленькую, аккуратную, прямую стрелку. Кстати, очень классная кисть. И не только для бровей, но и рисовать с помощью неё стрелки. Это синтетик номер пять. И они просто копишные какие-то. Стрелки готовы. Наношу консилер. С глазами ещё не всё. Бума, уже историю получена. Но я столько начала. Конечно. Теперь знаете, очень ответственный момент. Я буду рисовать Эгью Саль. Эгью Саль это азиатский мешочек, который корейцы рисуют. У меня есть своя собственная складка. Я всё думала раньше. А как мне нарисовать так? Чтобы моя собственная складка мне не мешала. Потому что всё время получалось очень странно. Как будто я немножко напилась. Как будто прибухнула так. Не напилась, а прям прибухнула хорошо. Разгадка оказалась очень простой. У меня складка буквально начинается от глаза. И идёт сюда. И получается такая складка круглая. Но так как у меня тушёвка более прямая. И в принципе в этом азиатском... В азиатских типах макияжа тушёвка в принципе делается более прямой. То Эгью Саль должна быть прямая. И у меня на эту мысль очень долго времени ушло. В любом случае главное, что осознание пришло. Поэтому там где у меня начинается складка, я чуть-чуть выпрямляю и ниже начинаю рисовать. И рисую это тонкой кисточкой. Лучше нарисовать тонкую линию, потом чуть подтушевать. Потому что чтобы не было лишней грязюки. Пока что это выглядит странно. Согласна. Не спорю. Сейчас всё буду потихоньку это исправлять. Точнее не исправлять, а дополнять. И тогда будет выглядеть иначе. Я беру хайлайтер. Самый светлый свой оттенок хайлайтера. Он такой бело-розовый. Мне он в принципе идеально подходит. Он очень яркий и в уголок глаза я его наношу. И теперь между нарисованной складочкой по нижнему веку наношу этот светлый оттенок. Ну что, так же лучше. И сразу тогда закончу с глазами. И буду делать лицо уже до конца. Подкручиваю ресницы. Тушь. Настало время бровей. Я беру сначала светлый оттенок. Прокрашиваю по нижней линии бровей. У меня на самом деле брови уже отросли. Пора делать коррекцию. Теперь заполняю бровь там, где это необходимо. Теперь я возьму карандаш. Знаете, я раньше очень плохо рисовала брови. Я тут сегодня увидела свое старое видео. Там ужаснейшие у меня брови. И я вообще не зря, знаете, пошла на курсы бровисток. Потому что теперь они выглядят прилично. Рисую кончик. Получается аккуратная, красивенькая бровь. Все, доделала брови. Если у меня осталось. В качестве румян я использую помаду. Румяны я буду наносить. Ну, можно заметить, когда. Будет и наносу румянец. Переход будет. Знаете, мне эта помада напоминает плюши с отлайн-крайм. Ее текстура очень, конечно, interesting. Я хочу еще чуть-чуть добавить в область скул. Вот хочется мне тут поярче. И приподнимаю, кстати, тушевку чуть-чуть. Прям уже под глаз почти. Такая милашка уже, да. И, наконец-то, я слишком сияю не в тех местах, которых надо. Припудрусь. Пудра у меня лунная вуальта метанука. Под глаза я не наношу. У меня там очень сухая кожа. Зато Т-зона. Обязательно крылья, носа, носогубки и подбородок. Здесь я не буду припудривать скулы. Потому что, видите, и так, в нейчурал сияние. Я даже не буду добавлять хайлайтер. Но зато я использую скульптор. Это тоже бьюти-бомб. Да, у меня сегодня бьюти-бомб почему-то много. Наношу скульптор не по линии скул, а чуть выше, потому что у кого-то слишком крупные щечки. И пусть я наношу много румян, но хотелось бы все-таки чуть-чуть, да, сделать. Чуть-чуть добавить объема там, где это выглядит мило. И чуть-чуть убавить там, где выглядит, как будто у меня есть лишний вес, которого нет. Наношу еще по линии челюсти. Конечно, второй подбородок. Конечно же нос. Я, кстати, видела, как кореянки скульптрируют нос. И мне, если честно, кажется это очень странным. Они делают вот такую линию изгиб. Здесь тоже. И почему-то у меня создается ощущение, как будто у них носы становятся еще шире. Спасибо, мне нужен нос поуже, а не пошире. Теперь я добавляю скульптора. Как это называется? Что-то там купидона? Извините, я не помню. Добавляю чуть над губой. Вокруг нижней губы. И в уголках губ. Мне кажется, губы уже выглядят больше. И теперь я беру карандаш от Evelyn. Красивый, очень сливовый оттенок. Мне вообще, на самом деле, нравятся эти карандаши от Evelyn. Оттенки у них, конечно, есть суперские. Конечно же, выхожу за контурок. Нижнюю губу. И делаю ей это все не очень аккуратно, потому что я снова беру кисточку, которой я делала скульптуринг, и подпишевываю крея. И теперь я беру ту же помаду, которую я наносила в качестве румяна, и наношу ее на губы. Тонким слоем наношу, пальцем растушевываю. Теперь я снова беру карандаш. Чтобы еще чуть-чуть добавить объема, я беру тот же карандаш. У меня как раз уже помада застыла. Наношу в центр сначала верхние губы. Чуть-чуть тоже пальцем это все подтушую. И на нижнюю губу тоже. В центр. И вот такой у меня получился макияж. Мне кажется, он одновременно милый. И за счет того, что он холодный, такой в стиле немножко какой-то дивы, не знаю. Или это мой ободок. Не знаю. В любом случае, мне на самом деле очень нравится. Мне кажется, очень мило получилось. Макияж, на самом деле, очень много времени не занимает вообще. По-моему, я его очень быстро сделала. Ну, он легкий. Он очень легкий. В этом его и плюс. Но при этом он мне кажется довольно необычным. Но мне очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok